Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня привожу для вас выдержку из моей новой статьи о приседаниях и травмах коленных суставов. Не пропустите ее и изучите целиком уже на моем сайте hmgym.ru, ибо будет много интересного и главного полезного материала, знание и понимание которого убережет вас от множества ошибок и проблем. Поможет вам в работе с учениками, если вы взяли на себя ответственность учить других людей. Обязательно к изучению всех, занимающихся с отягощениями. Не забудьте поделиться данным видеороликом в своих соцсетях, оставить комментарий, нравится вам или не нравится, поставить лайк или дизлайк. Сегодня я расскажу вам о трех видах приседаний и различиях в технике для каждого из них, которые позволяют не только грамотно выполнять упражнения приседания со штангой, но и уберегут ваше здоровье. Существует три вида приседаний. Билдерский вариант, лифтерский и тяжелоатлетический. Каждый из видов имеет свои особенности, о которых мы сейчас поговорим и разберем нюансы для каждого. Пауэрлифтерский вид приседаний. Достаточно глубокий присед, ниже параллели таза с коленным суставом, но не настолько глубокий, как в тяжелой атлетике, не допускающий вывод колена за проекцию носка. На соревнованиях судьи смотрят, чтобы передняя часть бедра квадрицепс при опускании в сет был параллелен полу. Тогда и таз опускается слегка ниже коленки, и попытка идет в зачет. Движение осуществляется тазом, оставляя голень в вертикальном положении. При таком стиле выполнения разгибание голени очень незначительно, что снимает нагрузку с квадрицепса, перенося ее на ягодицы и бицепсы бедра. Вот почему своим ученицам я стараюсь прививать именно такой стиль выполнения приседаний. Конечно, соотнося его с индивидуальными антропометрическими характеристиками девушек. Многие называют такой стиль выполнения тазовым, так как именно таз движется относительно колена. Вес должен быть распределен по всей стопе с акцентом в пятку. Только так можно выполнить грамотно присед в данном стиле. Следующий вид тяжелоатлетический. Реально, друзья, самый глубокий присед из всех существующих, требующий обязательно выведения колена вперед за носок. Повторяю, это единственный вид приседа, где выведение колена за носок обусловлено техническими характеристиками. Для того, чтобы не создавать острого угла в коленном суставе. Движение, как и в пауэрлифтерском стиле, начинается и является тазовым. Но за счет выведения колена вперед, в заключительной части движения, по сути является приседом в параллель. Так как за счет выведения колена вперед, оставляет переднюю поверхность бедра при грамотной технике, параллельной полу в нижней точке движения. И, наконец, друзья, самый распространенный билдерский вид приседа. Самый неглубокий присед из трех существующих. Допускающий вывод колена за проекцию носка. При индивидуальных атропометрических характеристиках человека. Обратите на это особое внимание. Движение начинается с коленки. Не так сильно уводится таз назад, как в пауэрлифтинге. Голень не остается вертикальной. Разгибается. Максимально включая в работу именно квадрицепсы. Минимизируя работу ягодиц и бицепсов бедер. Как уже говорилось выше, допускается легкое выведение колена за носок. Если этому способствуют антропометрические характеристики тела занимающегося. Вес должен быть равномерно распределен по всей стопе. Без акцентов в пятку или носок. Подкручивание таза и округление поясницы происходит всегда по причине плохой растяжки мышц бицепса бедра. Которые тянут места своих прикреплений на себя. Таз двигается соответственно вперед, подкручивая за собой и поясницу. Глубокий присед может нанести ущерб здоровью только при неверном его исполнении. И непонимании человеком, какие правила применимы для каждого из трех вариантов выполнения приседаний. Если кто-то захочет присесть действительно глубоко, слушая рекомендации для приседаний от пауэрлифтинга или бодибилдинга, о невыведении колена за носки, это приведет к серьезным проблемам в коленном суставе. Ибо присесть по-настоящему глубоко, не выводя колено за носок в правильной технике, когда не будет острого угла в колене, невозможно. Вот основы техники для реально глубокого приседа. Движения, как и в пауэрлифтинге, должны быть тазовыми. Но колено должно выводиться вперед, для того, чтобы таз остался с коленом на одной линии. А квадрицепс практически параллелен полу. Вес должен быть распределен на полную стопу, без акцента на пятку или носок. Вот для таких по-настоящему глубоких приседаний и были придуманы штангетки. И приседать в таком стиле можно и нужно только в них. Обращая внимание, что делать в билдерских приседаниях, наоборот, вредно и опасно. Насколько глубоко вы садитесь в приседаниях, обратите особое внимание на скорость опускания в присед. Я не просто так это говорю, ибо это может стать причиной серьезной травмы. Если вы посмотрите на опытных билдеров или лифтеров, вы заметите, насколько медленно их негативная фаза движения. Опускание не просто медленное, а осознанно, подконтрольно замедленное, что позволяет реально мощно и безопасно работать по-настоящему с серьезными весами. Новички и дурачки игнорируют негативную фазу движения практически в любом упражнении, не только забирая у себя 50% как минимум эффективности любого упражнения, но и подвергая себя риску травмироваться. Думайте, друзья, всегда головой. Обязательно пропускайте любую информацию через призму здравого смысла. И не забывайте, что мы тренируемся с вами в первую очередь для сохранения и улучшения здоровья. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без права. Сухой мышечной массой и силой без права. Сухой мышечной массой и силой без права.